Время новостей на телеканале Север, в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем сегодня. Плюс 6. На территории Ненецкого округа зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Все они выявлены на Харьяге. Сейчас пациенты проходят амбулаторное лечение. Сразу три уголовных дела по превышению должностных полномочий возбуждено в Ненецком округе. Прокуратура выявила факты неисполнения контрактов по сносу домов и реконструкции автомобильной дороги. Установить сантехнику и разобрать различные схемы. Студенты Ненецкого профессионального училища сдали демонстрационный экзамен. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Плюс 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории Ненецкого округа за минувшие сутки. Все они выявлены на Харьяге. Сейчас пациенты проходят амбулаторное лечение. По информации окружного профильного ведомства, всего с начала пандемии в округе лабораторно подтверждены 104 случая заражения COVID-19. 75 пациентов успешно прошли лечение. В том числе за последние сутки выздоровели двое. На стационарном лечении в Ненецкой окружной больнице находится 5 человек. На амбулаторном лечении в Харьяге 21 человек. Один инфицированный COVID-19 с Северного Хасидаю продолжает лечение в медучреждении КОМИ. На данный момент на самоизоляции находится 330 человек, четверо в обсерваторе. Сняты с контроля 1902 человека, в том числе 45 за последние сутки. Всего за период пандемии проведено 4192 обследования, из них 106 за минувший день. В отношении бывшего директора управления городского хозяйства Нарьинмара возбуждено три уголовных дела по фактам превышения должностных полномочий. По результатам прокурорской проверки выявлены факты неисполнения муниципальных контрактов по сносу многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания. И контракты по реконструкции автомобильной дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы по сносу одного дома не были выполнены. По трем контрактам о сносе домов не выполнена планировка территории с технической рекультивацией, вывоз мусора. По муниципальному контракту на реконструкцию автомобильной дороги не выполнены работы по устройству новой дорожной одежды на месте существующей проезжей части. В то же время работы приняты заказчикам без замечаний. При приемке работ директор учреждения достоверно знал об указанных фактах, однако умышленно подписал справки о стоимости выполненных работ, необходимые счета и произвел их оплату в декабре 2019 года в полном объеме на общую сумму более 27 миллионов рублей. Следственными органами на основании материалов, направленных окружной прокуратурой в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения управления городского хозяйства города Нарьинмара, возбуждено три уголовных дела по фактам превышения должностных полномочий. Переселение из ветхого и аварийного жилья в Нарьинмаре. Эту тему обсудили городские депутаты в рамках часа администрации, который прошел с приглашением специалистов мэрии, курирующих жилищный блок, а также активы домов, планируемых к переселению. Мария Даник продолжит. Вопрос переселения из ветхого и аварийного жилья – один из самых актуальных в Ненецком округе. Более 50% всех обращений граждан связано именно с темой переселения. Мы видим, в городе строится жилье, сдаются дома, но вопрос, когда получение и расселение будет, он очень актуален этим летом для нас. Поэтому мы сегодня пригласили жителей, которые живут в ветхом и аварийном жилье, чтобы администрация города, представители, пояснили нам, когда, в какие сроки можно ждать жителям переселения из ветхого и аварийного жилья. Администрации округа в текущем году планируется передать в ведение города квартиры в двух домах – Сущинского, 10, 6 и 7 подъезды и в доме на улице Первомайская, 18. Количество квартир окончательно еще не определено. По предварительным данным, 63 и 47 квартир соответственно, в общей сложности – 110. Переселение будет проходить согласно установленному порядку. В первом очередном порядке мы должны расселять дома именно по дате признания домофорийными. На сегодня у нас это крайне 13, 14, 15 и поехали дальше до 19-20 года. Далее, в неочередном порядке мы должны учитывать дома, живые помещения, в которых проживают труженики тыла. Но в первоочередном порядке еще впереди всех мы должны рассматривать дома с угрозой угрышения. Но и дома с угрозой угрышения в любом случае будут рассматриваться опять по дате их признания угрозы. Количество выделяемого жилья, отмечают депутаты, недостаточно для того, чтобы закрыть потребность города. Основная причина – перенос сроков сдачи в эксплуатацию вновь возводимых жилых домов. Мы в рамках депутатского контроля этот вопрос поднимаем и не снимаем его с повестки. Мы следим, потому что очень много избирателей обращаются и действительно актуально. Люди живут в очень сложных условиях. Поэтому расселение – это очень важный момент в региональной и в муниципальной политике. По итогам прошлого года в городе из ветхого жилья в новые благоустроенные квартиры переехали 55 семей. 23 заявителя получили компенсационные выплаты за аварийное жилье. Мария Аданик, Антон Водряков, Телеканал «Север». В регионе продолжается общероссийское голосование по поправкам Конституции Российской Федерации. Избирательные участки работают с 8 утра и до 20 часов вечера. Также участковые комиссии проводят голосование на дому. Подробнее расскажет Иван Никонов. Облачившись в защитные халаты, маски и перчатки, представители 45-й избирательной комиссии отправляются проводить голосование на дому. Запрос поступил от пожилой жительницы Наринмара. Прибыв по адресу, члены комиссии дезинфицируют дверную ручку и звонок. Здравствуйте, прошу показать ваш паспорт. Паспорт избиратель показывает, соблюдая социальную дистанцию. После того, как представитель участковой комиссии сверил данные, голосующий забирает индивидуальный пакет с бланком голосования. В пакете есть все необходимое для голосования. То есть это избирательный бюллетень, ручка, маска, перчатки. И избиратель заходит к себе в квартиру, голосует, и потом выходит и, соответственно, опускает в урну свой бюллетень. На этом процедура голосования завершена. Исполнить свой гражданский долг на дому могут те, кто по уважительной причине, например, по состоянию здоровья, не может прийти на избирательный участок. Заявление принимается в комиссиях по месту прописки до 17 часов 1 июля. Что же касается голосования на участках, здесь также соблюдаются все рекомендации, разработанные Роспотребнадзором. Каждому избирателю выдают одноразовые перчатки, маску и ручку для комфортной процедуры голосования. Для каждого жителя в округе и для округа в целом очень важно, чтобы голосование состоялось, чтобы люди пришли, выразили свою волю и понимали о том, что поправки краеугольно вносят изменения в наш основной закон. Во-первых, вносится гарантия и обязанность государства выполнять свои обязательства по социальному направлению. На сегодняшний момент семья должна быть всегда поддержана государством. Социальные гарантии, которые гарантированы, и государство делает акцент, например, на то, чтобы минимальная оплата труда не была ниже прожиточного минимума. Это очень важно. Всю неделю с 8 утра до 8 вечера можно будет подойти на свой избирательный участок и выполнить свой гражданский долг. Конституция Российской Федерации – это основной закон государства. Поэтому на сегодняшний день, я бы сказал, мы принимаем судебоносное решение, поэтому каждый гражданин нашей страны, ну, в первую очередь, нашего муниципального образования, нашего округа должен прийти и выполнить свой гражданский долг. Также с 25 июня на всех участках стартовала лотерея для голосующих. Процедура довольно простая. Человеку выдавали купон либо заранее, либо он может получить его на самом избирательном участке у волонтера. Он его заполняет, отвечает на три простых вопроса о Конституции и его определяют в барабан. С 25 по 30 июня призы будут разыгрываться ежедневно в вечернее время. 1 июля победителей будут определять ежечасно. Иван Никонов, Алина Ваучейская, Наталья Дуркина, Антон Водряков, Вадим Стасек, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Поправки в Конституцию Российской Федерации серьезно скажутся на развитии государства. Об этом заявил депутат Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин в ходе пресс-чая, в рамках которого он ответил на вопросы региональных журналистов. Общение длилось более часа. За это время удалось обсудить порядка 10 вопросов, касающихся изменений в Конституцию. Конституция, которая принималась в 1993 году, сыграла серьезную роль в развитии российского государства. Однако, по словам депутата Госдумы Сергея Коткина, спустя 27 лет назрело время перемен. Решение, на мой взгляд, очень смелое. Смелое не с точки зрения изменений, а с точки зрения подхода к изменению от Конституции. По сути дела, изменения у нас были в 2008 году, в 2014 году, точечные изменения были, которые не требуют всенародного голосования. Сейчас изменения вносятся в Конституцию, они тоже не требуют всенародного голосования. Абсолютно. Это изменения не в первую, вторую, девятую главу, которые речь идет о конституционном строе. Это идет там третья, восьмая глава. Такая настройка идет, настройка очень серьезная, на мой взгляд. Для внесения изменений в Конституцию поступило более тысячи поправок от жителей страны. Каждое предложение прошло несколько этапов рассмотрения. Фильтр был самым жестким. В результате осталось 200 поправок, вынесенных на голосование. О гарантиях МРОД, повышении благосостояния граждан, о защите детей и семей, здравоохранение и другие. Одна из самых обсуждаемых в стране в целом и в Ненецком округе в частности – статья номер 67, которая предусматривает создание федеральных территорий. Введение новых федеральных территорий, оно не предусматривает создание нового субъекта. Это идет ввод федерального такого правления для чего. Вот сегодня мы, например, федеральная власть не может напрямую финансировать местное управление. Ту же Амдарму, Шойну, еще чего-то. По бюджетному кодексу мы не имеем права это делать. В случае принятия поправки в Конституцию и соответствующих федеральных законов, федеральная власть может напрямую профинансировать Трус Шойну. Напрямую профинансировать. Речь идет только об управлении территорией, федеральном управлении территорией. Особенно мне подчеркнули юристы, которые формировали, у них четкое мнение. Голосование по поправкам в Конституцию проходит пакетом. И это, по словам Сергея Коткина, вполне оправдано. Во-первых, они все взаимосвязаны между собой, статьи, поправки в обязательном порядке. Они все одна за другую цепляются. А второе, это целая книга. И представьте себе, я в кабинку зайду, сейчас пойду голосовать, мне надо вот эту книгу всю по каждой статье проголосовать. Ну вот я не извиняю, какая реакция может быть на самом деле. Это 200 поправок, это книга на самом деле. Поэтому тут я думаю, что абсолютно правильно, и людям надо об этом говорить. За принятие изменений в Конституцию должно проголосовать более 50% тех, кто примет участие в голосовании. В случае принятия изменений в Конституцию депутатам Госдумы предстоит большая работа. По предварительным данным, изменения потребуется внести более чем в 70 федеральных законов. Мария Даник, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Более 7,5 тысяч единиц гражданского оружия состоит на учете в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ненецкому округу. Все они находятся под постоянным контролем инспекторов подразделения. Однако основная ответственность за безопасное обращение с предметами вооружения лежит прежде всего на их владельцах. Сотрудники Росгвардии напоминают, за небрежное хранение оружия предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет. В соответствии с действующим законодательством, оружие необходимо хранить в сейфе, металлическом ящике, запираемом на замок. Ключи от него должны храниться у владельца оружия, в недоступном для посторонних месте. Владелец гражданского оружия обязан обеспечить сохранность предметов вооружения, исключить доступ к ним посторонних лиц, в том числе членов семьи. Важным аспектом безопасности как самого владельца, так и окружающих людей является правильное отношение к оружию как источнику повышенной опасности. Даже если вы уверены, что ружье не заряжено, недопустимо направлять его в сторону людей и в места их возможного появления. Перед тем, как поместить принадлежащее двинноствольное оружие в сейф для хранения, его нужно рассмотреть на наличие патронов в патроннике. В данном случае данное ружье отвезти, снять с предохранителя, отвезти затворную раму назад, убедиться, что нет патрона в стволе и в патроннике, отпустить, сделать контрольный спуск, поставить на предохранитель и убрать в сейф. Сейф закрыть на замок. Причиной несчастных случаев и происшествий, приводящих к ранениям и гибели людей, может стать не только небрежное хранение, но и утрата оружия его законными владельцами. Случайно найти его может как опытный злоумышленник, так и неопытный ребенок. Стоит отметить, что большинство утрат оружия в Ненецком автономном округе связано с нарушением требований транспортировки и ношения оружия при движении на водном и снегоходном транспорте. Утрата оружия влечет за собой ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации, вплоть до уголовной. Поэтому в случае утраты необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы. Росгвардия и полиция принимают все необходимые меры для розыска утраченного гражданами оружия и профилактики происшествий. Однако эффективность этой работы напрямую зависит от соблюдения закона владельцами. Еще Джордж Вашингтон говорил, что свободные люди должны быть не только вооружены, но и дисциплинированы. Ирина Никешина, Сергей Шарун, телеканал «Север». В столице Заполярье завершился первый государственный итоговый экзамен, проходивший в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Студенты Ненецкого профессионального училища стали первопроходцами. О том, как прошли испытания, а также о самой процедуре, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Сергей Левчаков – студент-выпускник Ненецкого профессионального училища. Позади у юноши демонстрационный экзамен по присвоению квалификации «Электрик», который он прошел на отлично. Далее, не менее сложный, по присвоению квалификации «Слецарь-сантехник». Самое сложное – это было резать трубы, потому что их нужно было резать ровно, так как запас трубы ограничен, запаса не было. Студентов разделили на четыре группы, так как демонстрационных мест ограниченное количество. За каждым из участников испытания наблюдает три линейных и один главный эксперт. А также ведется видеонаблюдение с последующей записью, которая по требованию отправляется к компетентному эксперту WorldSkills. Экзамен длится шесть с половиной часов. У них идет три модуля. Первый модуль у них канализация и застенный модуль за два часа. Что он успел собрать, даже если он не закончил, он ее завершает. Потом у нас идет второй модуль – подача холодного водоснабжения. Три часа. Успел, не успел, сколько успел, потом уже эксперты его оценили. Если он до конца успел, значит будут хорошие оценки и результаты. А если не успел, значит оно оценит, но уже по более низким оценкам. Подготовка велась целый год. Ребята тренировались на подобных материалах, устанавливали сантехнику и разбирали различные схемы подключения. Галина Медведева признается – волнение все-таки не покидало ни студентов, ни педагогов до конца экзамена. Они собирают определенные модули, у них одинаковое задание. Они должны собрать, естественно, моечную полностью, да, и подключить. Они должны поставить унитазы, раковины, ну то есть умение подключить ванны и так далее. То есть это все должно не просто быть подключено, но если дать воду, да, то это должно все работать. Все это проверяется. Ну и кроме того, они владеют определенными навыками программирования, при проектировании вот схем, как это надо сложить, какие использовать инструменты, какие использовать непосредственно оборудование и так далее. То есть они должны от ноля сделать все, собрать, сделать и представить это в работе. Добавлю, после того, как каждая группа сдала экзамен, главным экспертам заполняются документы и отправляется в ЦИС экспертам от WorldSkills. Те, в свою очередь, после оценки направляют баллы только после того, как экзамен пройдет у всей группы студентов. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Недавно на берегу в селе Тельвиска стали отчетливо видны остатки деревянного судна. Находка привлекла внимание местных жителей и работников музея. На днях место находки посетила группа сотрудников музейного объединения. Находка была осмотрена, измерена и сфотографирована. Замеры показали, что длина сохранившейся части судна составляет около 11 метров. Однако, по словам местного жителя, некоторое время назад она была длиннее еще примерно на 2 метра. Был также измерен наиболее полно сохранившийся шпангоут. Это поперечная балка корпуса. Его длина от килевой продольной балки корпуса составляет около 110-115 сантиметров. То есть, общая длина шпангоута составляет порядка 230 сантиметров. По мнению специалистов, найденное судно могло быть баркой или дощанником. Такие типы судов широко использовались на реках для перевозки грузов. К сожалению, сохранность судна пока не позволяет точно его атрибутировать. Неясна и датировка, которая может охватывать самые широкие пределы от 18 века до начала 20 века. Вопрос о датировке, возможно, будет уточнен в дальнейшем. По всей видимости, судно могло быть оставлено на своем месте с целью укрепления постоянно разрушающейся береговой линии. Сотрудники музейного объединения напоминают жителям и гостям региона о том, что попытки самовольного разрушения культурного слоя или иные методы сбора археологических находок категорически запрещены. И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. И будьте здоровы. Хороших вам выходных. Продолжение следует...